Домохозяйка Катерина Сазонова В тренинг первый раз у нее были проблемы с выбором цели. Она не могла до конца определиться, чего именно она хочет в этой жизни. С этого психолог Ольга Кавер и началась. Катя изменилась. Она намного лучше понимает, в какую сторону она сейчас хочет пойти, где ее ждет успех. И у нее есть позитивные изменения в семье. Активность и желание добиваться поставленных целей у женщин определяется количеством в организме мужского гормона тестостерона. Мы решили сравнить кровь Екатерины Сазоновой и Светланы Кайдаш. Пока в лаборатории делают анализ крови наших героинь, мы решили провести опрос. Прохожих на улице мы спрашивали, кого же предпочитают мужчины? Бизнес-леди или домохозяек? Домохозяйка, это не очень интересно. Она будет сидеть дома с простым лицом, готовить и мыть. А бизнес-леди это движение, скорость. Мне кажется, бизнес-леди это такой роман, знаете ли, мое, что можно, чтобы погулять, где-то там, отдыхая на море, можно завести роман с дымохозяйцем. Вот так. Ну, вообще хочется бизнес-леди, конечно, но чтобы она была домохозяйкой. Ну, как это можно совместить? Ну, на работе, чтобы была бизнес-леди, а дома хозяйка. Я пока не собираюсь вообще жениться. В ближайшие лет семь. А что ответят нашим мужчинам женщины? Хотят ли они строить карьеру или готовы бросить все ради мужей и сидеть дома? Нет, конечно. Почему? Потому что он того не стоит, это в любом случае. Я на себя рассчитываю, а на мужчину. Если такие мужчины пошли, даже метро место не уступят, а что же о жизни говорить. А вы смогли бы ради, не знаю, ради мужчины бросить карьеру вообще? Я брошу. Брошу все. У каждого свои предпочтения, каждый сам выбирает свой судьбу, строит свою жизнь. Поэтому, кто выбирает хоть домохозяйки, воспитание детей, семья и тому подобное, а кто-то выбирает карьеру. Можно все совмещать. Как и следовало ожидать, единого мнения нет. Каждый выбирает что-то свое. Тем временем в лаборатории уже готовы результаты анализа крови наших героинь. Мы провели лабораторные исследования на гормон тестостерон в крови двух женщин. Одна из которых является бизнес-леди, вторая – домохозяйка. Результаты показывают, что у бизнес-леди Светланы Николаевны гормон 3,10. А у Екатерины Геннадьевны результат гормона 2,08. На локу не обманешь. Результаты анализа Екатерины лишний раз подтверждают, что ее жизнь пока слишком спокойна и разморяна. Если у женщины повышен тестостерон, она пытается себя самореализовать. Она находит для себя вид и род деятельности, чтобы быть первой в этом, в своей работе, в своем деле. Организму активных женщин приходится подстраиваться под ритм жизни своей хозяйки. Но бывает и так, что будущее определяется самой природой. И от этого уже никуда не делишься. Если изначально у девушки повышен гормон в крови, то она избирает для себя профессию, чтобы быть везде первой. Она забывает о себе, забывает о семье. Она вся отдается работе. Ольга Есипенко дружит с Екатериной Сазоновой с раннего детства. Они родились и учились в одном поселке. И всегда были не разлей вода. Так же, как и Катя, Оля приехала покорять Москву. Правда, ей повезло больше. С мужем мы познакомились. Моя подруга работала в одной компании вместе с его другом. У них был какой-то корпоратив. Все кто-то приглашал своих половинок. А так получилось, что у моей подруги на тот момент не было молодого человека. А у Кириллова друга жена почему-то не смогла приехать. Я уже не помню почему. И он взял Кирилла. И мы там познакомились. Через два года после знакомства молодые люди поженились. Оля переехала жить к мужу на Рублевку. И вскоре стала домохозяйной. Когда мы познакомились, я работала. Моя зарплата и его очень сильно отличались. И поэтому мой муж сказал, что, дорогая, не хотела ли бы ты оставить работу и как бы посвятить свое время мне. Ну, я согласилась. Теперь Ольга посвящает все свободное время себе любимой. И, конечно же, мужу. Вместе они путешествуют, собирают коллекционное вино. Подарили Кириллу день рождения. Она того же года выпуска, как с давнего дня рождения. А вот с Катей они с тех пор больше не виделись. Счастливой и обеспеченной домохозяйки стала недоневезучей подружки детства. Сегодня Ольга впервые за много лет решила навестить Екатерину. Директор известной косметической компании Светлана Кайдаш решила помочь Екатерине. Первый шаг – работа над внешностью. Сегодня у вас будет день красоты для себя любимой. Для женщины очень важно, как она выглядит. Красота дает силу и уверенность, что все получится. Отлично. Очень хорошо. Да, вот сюда. Преобразившаяся Катя готова к переменам в своей жизни. Работа с психологом, советы успешных женщин и помощь Светланы дают ей надежду на новое будущее. Ощущение вдохновения. То есть эти люди, которых я повстречала, да, настолько они жизнелюбивые, настолько они открыты жизни, настолько они очень самодостаточные люди. Светлана Кайдаш приглашает Катю работать в собственную компанию, где та сможет попробовать реализовать себя. У тебя есть выбор заняться тем делом, которым, как ты хочешь, для души. Я приглашаю тебя в наш бизнес. Если тебе это интересно, буду рада с тобой отдельно встретиться, пройти обучение. И в любом случае, хочу пожелать тебе, чтобы ты позволила быть себе счастливой женщиной с большой буквы. Счастье внутри нас. Счастье внутри нас. Доброго пути тебе. Спасибо большое. Спасибо вам. Прямо здесь и сейчас. Кто придумал создать Российский профсоюз домохозяек? И как становятся домохозяинами? Семья Галины Шмелевой – пример золотой середины. Правда, роли в этой семье разделились не как обычно. Жена занимается бизнесом и зарабатывает деньги, а муж исполняет роль домохозяина. 90% отец забирает на себя. Встать к ребенку, помылить. Я даже не знаю, как их мыть. Я ни разу этим не занималась, потому что все это делает он. Я не знала, как там памперсы, как там это все. Вот он все забирает на себя. Существует два пути. Или мужчине обижаться и тешить скандалами свое ущемленное мужское самолюбие. Или заключить с женой своеобразный контракт и взвалить на свои плечи очень трудную историю с ведением домашнего хозяйства. Всего у Читы Шмелевых 8 детей. Двое родных сыновей уже взрослые и живут отдельно от родителей. И шестеро – приемных. Основная забота о них лежит на отце семейства. Сейчас дети в определенное время в садике, а после садика он забирает и все дети с ним. То есть папа. Один момент вспомнить стоит, когда он приезжает за ними в детский сад. Все сразу бегут и кричат «папа, папа, папа». И обнимают его. На этом четком примере можно показать, что они его, во-первых, любят. И он деляет им огромное внимание. Муж дает Галине возможность реализовывать свою мечту. У нас очень хороший симбиоз, понимаете. Я по натуре лидер, и мне нужен очень хороший исполнитель. И вот мы настолько нашли друг друга, что я только вот еще подумаю, и он уже знает. Вот. Это очень главное в семье. Как и многие женщины, Галина начинала с нуля. Была в своем ресторане и официанткой, и посудомойкой, и уборщицей. Но желание быть первой победило все преграды. А я вам скажу, вот, отвечу вот так. Вот знаете как, мне очень трудно быть второй. Я люблю быть первой. Вот люди это боятся говорить, а хотя лезут все и говорят, нет, 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 не надо. А я всегда говорила, да. Когда мне говорили, тебе что, не хватает денег? Я всегда говорю, да, мне всегда мало. При этом Галина напрочь отвергает даже саму мысль о приоритете бизнеса над семьей. Я считаю, что кто говорит, что карьера важнее семьи, это просто глубокое заблуждение. Это мое мнение. И я глубоко убуждена, что это женщина, которая недолюблена. Она прикрывается просто бизнесом. Воспитывать детей или работать? Реализовывать себя в карьере или с головой уйти в семью? Тут главное не забывать, что в любой ситуации женщина должна оставаться женщиной. Я знаю людей, которые много лет занимались бизнесом, успешно занимались, но когда у них появилась возможность финансовая, возможность в первую очередь, они ушли от этого и погрузились в семью, и смогли себя продолжать замечательным образом, чувствовать матерью, хозяйкой очага, хранительницей огня. В перечне всех существующих у нас в стране профессий домохозяек нет. Соответственно, и государство никак не поддерживает эту категорию своих граждан. Марина Ракша решила помочь таким женщинам и создала профсоюз домохозяек. Пока это объединение занимается лишь правовым просвещением домохозяек и предоставляет им юридические консультации. Конечная же цель профсоюза – дать человеку, который занимается домом и детьми, зарплату, пенсию и оплачиваемый больничный и отпуск. Наша организация создана снизу, без всяких указок. Абсолютно на бесплатной основе мы создали свою организацию. Сама Марина домохозяйкой вовсе не собиралась, но судьба распорядилась иначе. Ну, случилось в жизни так, что я как бы после рождения первого ребенка у меня родилась тройня. В следующем заходе ровно через год. Естественно, что на долгие годы я как бы стала, как называемая, вынужденной домохозяйкой. Всего у Марины пятеро сыновей. С такой нагрузкой женщине было невозможно устроиться на работу. На всех собеседованиях ей отвечали. За дверью ждет целая очередь молодых и бездетных. Мы говорили, мамаша, вам только на паперте стоять, а детишкам по вагонам милостыню просить. За этой клавиатурой для блондинок выседает не девушка модельной внешности. Под началом профессиональной домохозяйки Марии Ракша не только женщины, но и мужчины. Один из них – Борис Черничер. Я был одним из первых вообще мужчин, в частности, и вообще членов этого профсоюза. Борис учился в одном институте со старшим сыном Марины Александровны. В профсоюз пришел сначала просто за компанию. Но очень скоро понял, что это не просто оригинальная организация. Кому-то даже объяснять не приходится смысл этой организации. Сыновья во всем поддерживают свою маму и находят новых членов профсоюза. Кому-то приходится долго рассказывать, что домашний труд – это же ты представляешь. Ты вот не обращаешь внимания, что тарелку помыть, носки постирать, рубашки погладить. Есть в этом необычном профсоюзе и домохозяины. К таким мужчинам Марина относится по-особому. Делают очень много у меня мужчин, именно военных домохозяйцев. Они там отслужили в армии и потом взяли на себя все тяготы. Члены профсоюза профессию домохозяйка ставят в один ряд с самыми сложными. Пусть даже домохозяйство не приносит денег, но вся работа по дому, которая на самом деле необходима делать, она очень велика и трудоемка. Поэтому они, безусловно, равноправны. Хотя, в принципе, конечно, тот, кто зарабатывает деньги, имеет, наверное, больше авторитет. У профсоюза домохозяек большие планы на будущее. Они хотят принять зарубежный опыт. Например, норвежских коллег. Они получают пособие или зарплату, плюс зарплату, да. Плюс у них есть четырехнедельный оплачиваемый отпуск государства, заметьте. У них есть и частично оплачиваемые больничные. Как показывает практика, в каждой сфере деятельности есть свои плюсы и минусы. Нелегок хлеб домохозяек, но и путь успешных бизнес-леди не всегда усыпан цветами. Поэтому не стоит кидаться в крайности, ведь при желании всегда можно попробовать найти золотую середину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!